Меня зовут Теод Дмитрий Валерьевич. На сегодняшний день я являюсь заведующим отделением рентген-довоскулярной хирургии и лучевой диагностики при кардиологическом блоке областной клинической болезни. Вообще, в выборе моей профессии я благодарен, как всегда, я говорю моим родителям и моим учителям. Они предопределили фактически мой путь, просто подсказывая и давая полезные, важные такие жизненные лайфхаки в моем выборе. Больше 13 лет в медицине, в принципе, там, где надо. Мне посчастливилось постажироваться в Литве, в России, пройти первичную специализацию по рентген-довоскулярной хирургии и интервенционной кардиологии, что дало мне мощный толчок в этой новой профессии моей. Наше отделение, я бы сказал, своего рода уникальное. Уникальное тем, что мы имеем возможность проводить высокоспециализированные операции, кардиовоскулярные патологии, пациентам абсолютно всем. Мы акцентированы на пациентах с острым коронарным синдромом, это пациенты с инфарктом. Это то, с чем борется весь мир со смертностью от болезни системы кровообращения, которая стоит у нас на первом месте. В режиме 2.4 на 7 наше длине оказывает помощь этим пациентам. Стресс, перегрузки, ненормированный отдых, питание. Совокупность факторов, наверное, истечения обстоятельств приводит к тому, что ишемическая болезнь молодеет. Атеросклероз, это отложение, скажем так, плохого холестерина на внутренние стенки сосудов начинает поражать все больше и чаще сосуды более молодого возраста. Как будто ни было, наше молодое население пока еще не прислушивается так активно к врачам, как мы этого хотели бы. Вот наша операция. Мама моя. Матифокальное поражение. А, смотри. Господи, надо же было такое вывести. А что он дальше с ним? Пауке висит ствол. А он поставил, ставим, скорее всего, вывел. Да? Баллон вставил. А, маленький за баллон. Диагоналка подсела. Диагоналка подсела. Да? Подбаллонировал? Нет, интересно. Ну, так и оставил еще. Так и оставил ее. Был конкурс «Лучший врач года Казахстана». Да, я тогда занял призовое место, я был призером. В целом, это довольно-таки было очень интересно, конечно. Учитывалось не только твой личный вклад, вообще вклад в развитие медицины, какие-то инновационные были разработки, наличие статей, зарубежный опыт, опыт внедрения новых операций, которые позволяли бы развивать медицину. Прежде всего, отечественную, конечно же. Была интересная награда «Жаздарын» – республиканский конкурс по владению иностранными языками среди врачей. Послали видеоролик, где я выступал на казахском, английском и немецком языках. И по результату которого я получил эту номинацию «Жаздарын». Это даже не сколько дает определенную популярность, сколько уверование в то, что ты все-таки занимаешься чем-то, считаешь полезным и важным для людей, прежде всего. Любое оперативное, интервенционное вмешательство требует очень сильной мобилизации сил. Это и опыт, и знания, и навык. Бригада имеет очень большое значение. Конечно же, руководство и организация самой работы в операционном блоке. Конечно, необходима совокупность всех этих факторов, чтобы операция прошла успешно. Допустим, когда поступает пациент с острой сборкой сосудов в артерии, вызванного приведшему к инфаркту, и ты имеешь доступ, навык и результат, когда можно эту артерию открыть, имплантировав туда расширяющее устройство, стенд, и пациент буквально на столе чувствует себя уже гораздо лучше. Конечно, это приносит максимум удовольствия. Личную статистику никто из врачей не ведёт. Но в год мы выполняем более 2,5 тысяч вмешательств. Это на коронарных и некоронарных артериях периферических в том числе. Очень часто ведут речь о синдроме профессионального выгорания. То есть довольно-таки очень немалый поток пациентов, рутинная работа. Для кого-то это может быть даже и однообразная работа. Хотя, допустим, каждый пациент по-своему интересен. Несмотря на то, что у человека 2 артерии сердца, но они по-разному забиваются, они по-разному бывают поражены. Соответственно, каждый из них по-разному представляет для тебя тот клинический интерес, где тебе хочется прежде всего помочь и поучаствовать, и, скажем так, обороть эту ситуацию, чтобы больному прежде всего стало легче. Морально абстрагироваться довольно-таки очень сложно, хотя это рекомендуется. Так как синдром профессионального выгорания, он характерен в том числе и в нашей профессии. Интервенционные кардиологи, рентгеновоскулярные хирурги тоже очень часто испытывают психоэмоциональный стресс. И стресс довольно-таки очень тяжелый. Не всегда можно успеть пациенту помочь так, как ты бы хотел. И время в данном случае всегда играет свою определенную и порой роковую роль. Рак желудка, он тоже выходит на лидирующую позицию после рака легких. И если учитывать факторы риска и пробовать их связать с технологиями, рассчитать средний некий коэффициент, говорящий о том, что у пациента, вероятнее всего, может быть тот или иной момент, допустим, высокий риск развития онкологии желудочного чечного тракта, то, в принципе, его можно будет посчитать. Нужны цифровые технологии. Мы разработали мобильное приложение, которое позволило дать вот такой вот некий коэффициент степени стратификации риска в онкологии. Это мобильное приложение набрало более 100 тысяч скачиваний. Было порядка где-то около 4-5 случаев, когда мобильное приложение выдавало высокий риск, и мы имели возможность этих пациентов дальше обследовать. Недавно в нашем отделении были проведены уникальные операции у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. По-русски с инсультом мы смогли оказать помощь в нереф-операции эндоваскулярной эмболизации аневризмы головного мозга, переголовного мозга. Суть в том, что больные с геморрагическим инсультом, с кровоотечением именно в полость черепа, да, вещества мозга, эти больные, они могут молниеносно погибнуть, что чаще всего происходит. Мы смогли провести операцию эмболизации аневризмы артерии головного мозга успешно. Молодой человек выжил, был выписан. Это уникальная операция, она проводится не во всех центрах. Хорошо. Самое главное кружие-то сегодня. Сложно. Нет, думаю, ну там большое поражение, соответственно, как вы можете сказать? Ну, в принципе, рекомендации дал, сейчас полгодика попринимает препараты. Статьевна терапия, потом попытка регионализации, посмотрим, я думаю, все получится. Да, повторную рекомендацию. Однозначно. Хорошо? Жду успешно, я тоже думаю. Однозначно. Тебя, короче, не сомневаюсь в этом. Молодец. Каждому из нас необходимо проявлять гражданскую ответственность. То есть все те рекомендации, которые даны и которые необходимо крайне строго соблюдать, их необходимо соблюдать. Временем наук и, я не знаю, историей медицины доказано, что большое скопление людей создаёт определенные риски развития инфекции. Особенно те инфекции, которые имеют аэрогенные или воздушно-капельные подпередачи. И это не навьё, это повсеместно. Каждый год у нас определенное количество людей, довольно-таки немало заболевает тем же гриппом, ну и так далее. И тут необходимо проявить не только гражданскую ответственность, наверное, гражданскую и солидарную ответственность. Потому что каждый из нас ответственен прежде всего за свое здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова